Ну что, ребят, добро пожаловать на 17 этап Формулы 1 на Гран-при Японии. Ну что, все ближе и ближе к конец этого сезона, а также подошел конец с обновлением для нашего болида. На этот этап нам приехали три последних капитальных обновления, одно связанное в аэродинамике, которое нам не приехало в Россию, и два связанное в шасси. И перед вами полный круг по Японии в третьем сегменте квалификации, только посмотрите то, как проходит этот болид Эски. И болид буквально прилипал к асфальту, что позволяло очень быстро проходить эту секцию, и также очень быстро из нее выходить еще. В Вильямсе мне так не получалось проходить ее конкретно, хотя, казалось бы, вроде бы к концу прошлого сезона у меня уже было более-менее по качеству шасси, но не было, да, там обновлений, связанных с распределением веса. Может быть, и они играют такую большую роль, поскольку реально чувствовалось то, что не было такой прям большой инерции у болида, и поэтому при перемещении в Эсках можно было как раз очень резко поворачивать, и болид не сносил, наоборот, он оставался на трассе. Также теперь за счет снижения веса еще у нас теперь по максимуму болид уже разгоняется, и поэтому Вильямсы в принципе уже в прошлом, то есть данный болид Вильямсов уже не доминирует уже никак над нами, и теперь Макларм доминирует в пелотоне. Конечно, по характеристикам это нельзя сказать, поскольку мы не на первом еще месте, но мы недалеко от Вильямсов, поскольку у них закончились обновления. А у нас их еще 5 штук, 4 связанных с тормозами и 1 с снижением износа. Но так как я хочу оптимизировать все обновления под новый регламент, поскольку я еще не знаю, поеду ли я новый в сезон или нет, потому что у нас новая формула 1 выходит в конце июня, поэтому надо будет быстро пройти сезон, а не так как сейчас выходят видосы, опять же там 3 видоса в неделю, но это надо будет намного быстрее сделать. Ну, посмотрим. У меня, в принципе, есть идея для следующего сезона, но боюсь то, что она будет не особо интересна, поскольку все-таки уже будет близка к выходу формулы 2019 года. Ладно, что по поводу Сузуки, это та трасса, где важно иметь очень хорошие шасси и аэродинамику. Конечно, на ДВС тут тоже неплохо иметь, мощный, поскольку идет в последней секции длинная прямая с знаменитым поворотом 130R, в котором также у нас часто происходили различные инциденты, по двух последних сезонах у нас все время сходили болиды в нем. Ну, посмотрим, как у нас будет на этом этапе. И по названию видео вы понимаете, что восходов у нас будет немало. Ладно, переходим к стартовой решетке. На первом месте я, на втором у нас Лэнстролл, третий у нас Сергей Сироткин, четвертый Нико Хюлькомерк, пятый Карл Сайдс, шестой Даниэль Рикяда, седьмой Эстебанакон, восьмой Шарли Клер, девятый Маркус Эриксон и десятый Льюис Хэминтон. Ван Дорн, к сожалению, сделал штрафы по знамени элементов, по итогу будет стартовать в середине пилотона. Печально, конечно, но что поделать. Также, кстати, Рено неплохо квалифицировалось на четвертую и пятую позицию, то есть по итогу на пятую и шестую получается. Ну, в принципе, неплохо, Рено прогрессирует. Я надеюсь, что Рено не попадет в такую ситуацию, как в Апале Рэдбуллы, которые не могут нормальным толком приехать. Стратегия 1-пит-стоп у нас, ну, в принципе, на Мидиуме Болис себя чувствовал нормально, не так, как было в Америке или в Монсе, поэтому на Мидиуме можно будет и закончить гонку. И переходим к старту. Гаснут красные огни, я кое-как опять срываюсь с места, меня тут же атакует Строл позади, также и Сироткин слева пытается атаковать, но все-таки у меня внутренняя траектория, я, к сожалению, задеваю заднее колесо Стролу, по итогу ломаюсь и переднее декорство справа. Меня и справа пытается практически Сироткин, он меня спокойно проходит, но он совершает ошибку на торможении, я доламываю свое крыло и по итогу у нас сзади происходит полный хаос. Собственно, стандартный старт в Японии. Собственно, как это было с ТВ-камерой, я слишком сильно нажал на газ, из-за этого словил пробуксовку колес, ну и, собственно, потерял просто первую позицию. Ну а потом переднее декорство справа, не до конца, конечно, Сироткин в этом мне плане помог. Собственно, вот как это было, еще и Рено позади между собой воевали в этот момент. И Сироткин просто по внутренней траектории ошибся, по итогу я въехал в него, он отлетел в один из болидов Рено, потом в него въехал еще как раз Леклер, и потом еще в него Эрикс въехал. Ну и позади у нас полтора разделились на две группы, которые могли проехать и которые не могли. К сожалению, в эту группу попал еще также мой напарник Ван Дорн, и из-за этого он отстал на какое-то время. Также, после этого, естественно, у нас выехала машина безопасности, под которой, в принципе, я сэкономил на время за счет стопа, и по итогу мы начинаем рестарта, который проваливаю, как обычно, от меня сразу же уезжают Хасы впереди, но также у нас впереди произошла стычка между Торророса и Райканина. Довольно известные враги Райканина и Торророса, ну и также еще между мной и Эриксоном произошел контакт. По итогу я чуть не влетел в этого Райканина, повело, что не влетел. Потом, догнав Магнусу, я его тут же переделал в Эсках, и потом тут же прошел и Торророса, и второй Хас, и без проблем вышел уже на более-менее хорошую позицию 15-ю. Впереди контакт между двумя Ренов 130Р закончился почти вылетом одной из них, но повезло то, что Пилос смог отловить машину, ну и также Рэдбулл тоже пришлось еще по внешке проехать, чтобы просто не влететь в этого Реношку. Также впереди Феттель пытался опередить одну из Форс Индий, но, к сожалению, сломался передний крыло, и из-за этого он начал терять время и позиции. Ну, в принципе, Феррари не впервые финиширует во второй десятке. Потом я спокойно прошел Гасли в первом повороте, но Ботса не удалось так легко обойти, поскольку он начал сразу защищать гоночную траекторию, и по итогу я чуть не очень не въехал, чуть во второй раз не потерял передний крыло, ну и, соответственно, в второй раз бы чуть не отправился в пистоп на его замену, и то не факт, чтобы мне поменяли. Но я решил то, что лучше не буду за ним терять время, и решил агрессивно во втором секторе его в начале обойти в довольно медленном повороте. По итогу прошел без каких-либо проблем по внутренней траектории, и начал уже погоню за Феттелем и Рикьярдо, которые боролись между собой, точнее Феттель его сдерживал, и он смог опередить Феттеля только в 130-те. Ну и, к сожалению, у нас чисто нескольких кругов сходит в Андорн, причем так же, как и Сироткин в прошлом сезоне, в том же первом повороте, тоже при попытке обойти болид на внешней траектории. Феттель, собственно, продолжался потерять позиции, два Хаса обогнали его слева и справа в 130-те, опять же, довольно рисковый обгон был, одному из Хасов пришлось выйти за траекторию даже, чтобы просто банально не въехать в Феттель, и не развернуться, и не улететь куда-либо. Потом он заезжает все-таки в Феттель нас, и меняет переднее текло. После какого-то времени я догоняю уже Хэмилтона и Переса. С Хэмилтоном я почти смог разобраться, но, к сожалению, очень широко зашел в связку первого-второго поворота, из-за чего Хэмилтон смог вернуть позицию. Ну и с Пересом я смог разобраться только уже на обратной прямой, поскольку даже с той хорошей скоростью в ВЭСках я его не смог так быстро догнать после своей ошибки. Ну и так вот потихоньку я прорвался по итогу на первое место, а кон мне даже уступил свое третье место, как Сироткин в России. Просто заблокировал передние колеса и улетел в зону безопасности. Через какое-то время еще я догнал Рикердо уже с Хюйкенбергом, который лидировали, так как Стролдон спошел на пидстоп, и, собственно, он сейчас прорвается позади пилотона. С Рикердо я тут же разобрался, ну а Хюйкенберг сразу же поехал на пидстоп, как, в принципе, и Рикердо. То есть сейчас все поехали те, кто не делал как раз пидстопы после первого сейфтикара. Ну вот таких машин у нас много, потому что делал только я его, Сироткин и еще вроде Залбер один. Ну и может быть еще кто-то там получил мелкие повреждения. И, собственно, второй сейфтикар на трассе из-за того, что вот как раз у Эрикса у нас произошел прокол. Причем его тут же закрутило, впервые вижу, что болид просто закрутил, потому что до этого у гонщиков случались проколы, но при этом почему-то все время они просто замедлялись, а тут уже по-нормальному болид просто закрутило. По итогу под сейфтикаром я решил сделать трой пидстоп, поскольку я сэкономил более-менее времени на этом, ну и, в принципе, софт у меня спокойно доживет там последние 15-16 кругов. На конце 12-го круга у нас произошел рестарт, и после него, в принципе, у меня никакой борьбы не было, поскольку вышел я на пидстопе первым, и у меня борьбы никакой не должно было быть, поскольку позади меня был Саенс, так что Стролу пришлось еще бы разбираться сначала с Саенсом. Потом за два круга у нас сразу сходят два болида, один из Хасов, который так же как и Вандорн причем сошел, но тут были жесткие последствия, он долетел аж до отбойника, еще там неплохо так вмазался. Райкилинд просто решил свернуть после неудачного обгона Торроса, просто решил, да ну его нахер, пойду пить пивко лучше. И потом вот, собственно, одна из единственных жертв на этом этапе, 130-р, это один из болидов Форс Индии, но без вылета. Вильямсы, как обычно, между собой воевали, по итогу довоевались до того, что один из болидов отправился в зону безопасности, по итогу сломался еще переденятие крыло, и ему пришлось даже прорываться. Если я правильно помню, это был Сироткин. Собственно, вот он проехал, позади Ботаса и Хюркенберга вроде бы, которые между собой в это время боролись по полной, причем боролись не несколько кругов даже до конца гонки. Конечно, на прямой Мерседес оказался быстрее, поскольку Мерседеси все-таки начали что-то делать. Ну и, кстати, вот впереди вы могли наблюдать то, что сошел последний болид в этой гонке, это был Леклер. А да, это Рено Сайенс точно, потому что Хюркенберг тоже сошел до этого. По итогу у нас за одну гонку сошло аж 5 болидов. Два болида по техническим проблемам, три болида по проблемам критическим, то есть это был Ван Дорн, Хас 1, ну и Райкнин. Хотя, вот, кстати, Райкнин неизвестно, почему сошел, потому что в финале почему-то не вписали то, что он вообще сошел. То есть, ну, точнее, в контактах это не вписали. Ну и что ж, очередная победа. С этой победой мы еще ближе становимся к чемпионскому титулу, который будет уже решаться в Америке. Если я финиширую впереди Стролла, то я выиграю чемпионский титул, поскольку после победы на этом этапе у меня уже разрыв от него 77 очков. Соответственно, если только он доберет там вот лишние 3-4 очка, он сможет еще кое-как продолжить, иметь теоретические шансы, но не более. Также Стролл у нас еще прошел Льюиса, поскольку у Льюиса был штраф 5 секунд в начале гонки из-за той самой аварии, он въехал в Ван Дорну вроде бы, и из-за этого получил штраф в Stop and Go, который только он не отбыл. То есть у нас вот было их 4 штуки, может быть и у Ван Дорн он не отбыл, он потому что шел, мы об этом не узнаем. Ну и по итогу Льюис теряет подиум, который у него мог быть первый в этом сезоне, но к сожалению и такое вот случается. Продолжаем выигрывать в соперничестве, ну и по модификациям, собственно, я ничего не заказываю, поскольку пытаюсь адаптировать Болид. Потому что фига узнает, может быть все-таки я поеду в следующей сезоне, там есть небольшая слунка, как я говорил, но посмотрим опять же. На этом, ребята, с вами был Вархаммер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до скорой встречи, пока-пока.